Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня необычное видео. Сегодня я участвую в международной коллаборации девочек на тему новогоднего рецепта. Все девочки-участницы готовят какое-то свое новогоднее блюдо, которое можно приготовить как на новогодний стол, так и на рождественский стол. Поэтому, если вам интересно и вы хотите найти для себя вдохновение, то обязательно смотрите мое видео и также видео девчонок. Ссылочки на их видео будут внизу в инфобоксе, поэтому заходите и смотрите, вдохновляйтесь, потому что составить маню на новогодние праздники это довольно-таки трудно. И очень хочется посмотреть какую-то красивую картинку, чтобы вдохновиться, задориться и неизвестно сделать это блюдо. Я надеюсь, мое блюдо и блюдо девочек вам понравится. Если это так, то ставьте лайки мне, а также ставьте лайки девочкам, которые старались и готовились. Для вас эти замечательные рецепты. Ну что, приступим к приготовлению елочки. Мне сегодня будет помогать готовить моя дочка Машенька. Вы можете ее видеть здесь, под елочкой. Маша, помахай ручкой. Молодец! Ой, да! Да! Мама! Там Маша и мама. А мы сегодня с Машенькой будем готовить елочку. Да, Маша? Мы будем готовить 3D елочку из печенья. Печенье с кардамоном. И потом будем еще украшать елочку айсингом. Итак, для приготовления 3D елочки из песочного печенья с кардамоном нам понадобится... Значит, я готовлю сразу двойную порцию. Кстати, возможно, ее не хватит и нужно будет доделывать. Но, по крайней мере, начинаем так. Нам понадобится 400 грамм масла, 300 грамм сахарной пудры. Это сахарная пудра, 4 яйца, кардамон, ванильный сахар, разрыхлитель теста, мука и немного арахисовой пасты. Сначала нам необходимо размягчить масло. Для размягчения я беру вот такую мисочку. В мисочку я положила 300 грамм масла. И я его отправляю в микроволновку для того, чтобы оно размягчилось. Так, я разморозила, наконец-то, масло. Вот оно плавает здесь в мисочке. Сейчас мы будем смешивать масло с мукой. То есть, для этого я переливаю вот это вот все масло. Оп-оп-оп. Теперь нужно добавить муки. Муки надо 500 грамм. Пока добавляем примерно 400 грамм муки. Вот по этой вот шкале, по моему, мука меряется. А, нет, вот по этой шкале 400 грамм муки. Я добавляю ее масло. И сейчас будем смешивать. По консистенции я вижу, что уже не хватает муки. И добавляю еще примерно грамм 200. Теперь, как видите, консистенция более-менее та, которая подходит. Теперь сюда мы будем добавлять немножко арахисовой пасты. Буквально 60 грамм. В этой баночке 300 грамм. Поэтому, ну, где-то так, четвертинку, наверное. Я добавила на все про все 4 чайные ложечки. Вот такие вот чайные ложечки. И все. Теперь взбиваем. Мама, ты! Да, а теперь ко мне пришла Машенька и будет помогать. Она будет добавлять сахарную пудру. Вот сахарная пудра. Вот ложечка. Туда Машу. Аккуратненько сюда. Ой-ой-ой. Ничего, ничего. Папа все равно любит не сильно сладкое. Высыпай. Молодец. Какая помощница у мамы растет. Давай, теперь обжитое. Все, мы уже приготовили половину теста. Теперь нам нужно взбивать яйца. Но тесто, я уже вижу, что немножко тяжелое для миксера. Поэтому будем месить его в хлебопечке. Поэтому сейчас перегружаем тесто в чашу из-под хлебопечки. И будем взбивать яички. Вот наша чаша. Да, Маша? И потом Маша будет в хлебопечке еще месить все. У нас такая помощница. Она и хлебопечки может готовить. Да, Машенька? Да. Вот такая у нас помощница. Да, вдруг осталось что-то. Если, конечно, у нас есть хлебопечка, то лучше сразу в хлебопечке делать это печенье. Меньше мороки и удобнее всего. Но так как я готовлю видеорецепт, то я хочу все-таки показать весь процесс. Не, Машуночка, мама будет разбивать яйца, а то у Маши может не получиться. И тогда у нас будет печенье не с кардамоном, а с яичной скорлупой. Это не совсем вкусно. Ты знаешь? Да. Четыре яичка мы разбили. И теперь нужно измельчить кардамон. Вот такой у нас кардамон. Вот я вытащила кардамон и зернышки. Сейчас мы их будем измельчать на кофемолке. Что-то я немножко купила и вместе с кожурой перетерла кардамон. В итоге придется сейчас кожуру выбирать, просеивать и только потом добавлять это все в тесто. Поэтому лучше изначально почистите кардамон от шелухи и только потом измельчайте. Вот столько у нас получилось в итоге кардамона. Совсем чуть-чуть. Ну, в общем, как раз для того, чтобы почувствовать его привкус печенья. Думаю, больше добавлять не буду. Все-таки это были две чайные ложечки. Все, яйца мы взбили. Добавили туда кардамон. И теперь будем его добавлять сюда. Вот так, да, Машу? Оп! Нажимай кнопочку. Подожди, вот эту. О, все, Маша нажала кнопочку. И сейчас вот я вам покажу, как мешается. У меня хлебопечка, конечно, вся такая уже некрасивая, пожившая. Поэтому уж простите, отмыть ее никак не могу. Потому что для этого надо разбирать хлебопечку. И я не уверена, что после сборки она будет работать. На, Машенька, добавляй сюда муку. Осторожненько. Вот так вот, держи. Вот так вот Машенька высыпает. Включила. В общем, она вот так вот мешается. И так, наше тесто уже готово. Тесто у нас приготовилось. После приготовления я поставила его в морозилку, для того, чтобы... Ой, в холодильник, для того, чтобы оно немножечко настоялось. Теперь, да, вы видите, что Маша вся в звездах. Это не просто так. Это формочки для нашей елочки. Мы будем выпекать самую большую. Для начала, вот она. Этот наборчик звездочек я купила на Амазоне. Ссылочку на него я оставлю. Надеюсь, он все еще продается там, потому что покупала его несколько лет назад. Да, Маше тоже это сильно нравится. Я буду раскатывать тесто прямо в противне, потому что... Ну, чтобы при переносе такой большой звезды тесто не изменило свою форму. Все-таки нужно, чтобы оно было по форме. Чтобы красивая елочка у нас получилась. И для того, чтобы раскатывать, я беру такой вот стакан обычный. Потому что скалка туда просто не влезет, чтобы раскатать. А детские скалки я не могу найти. Для того, чтобы раскатывать, нужно посыпать немножко мукой сам стакан, чтобы к нему не прилипало. И раскатываем. Желательно раскатывать потоньше, потому что на самом деле очень много нужно выпекать таких коржиков. И на самые большие уходит большое количество теста. Это я уже по опыту говорю, потому что я не первый год делаю эти елочки. Так, звездочка помещается. Подожди, подожди, зайка, подожди. Где мама? Вот это. Ага, сюда это помещается. Так, сделали. Можем маленькую для Маши сделать. Ах, тю. Да, все. Так, Маша. Ну, неверное движение, и у мамы может быть испорчена вся елка. Елка. Так, все. Аккуратненько убираем остатки. Будешь кушать печенье, да? Да. Я немножко передержала печенье. Вот такое оно получилось. Видите, маленькие уже потемнели, а большое более-менее. Но, в принципе, все нормально. Цвет я выровняю айсингом. Поэтому одни будут более хрустящие, другие нет. Но, в принципе, и те, и другие будут мягенькие за счет того, что они пропитаются влагой от айсинга. Начинаем украшать айсингом наши печенюшки. Вот такие полузаготовочки у меня получились, пока я покрыла края айсингом, который сделала сама из одного белка, 200 грамм, сахарной пудрой и одной чайной ложечки лимона. Сейчас я буду покрывать, точнее заполнять серединки этих звездочек другим айсингом. Это вот такой вот айсинг от фирмы Вилтон. Я его купила тоже на Амазоне. В общем, его нужно разогреть в тепленькой водичке перед употреблением и потом использовать. Сейчас я буду им заполнять мои звездочки. Кстати, для того, чтобы не лить слишком много айсинга, нужно взять всего лишь зубочистку и аккуратненько распределить айсинг по печеньке. Тогда он и высохнет быстрее и уйдет не так уж и много продукта. Ну что, мои печеньки украшены айсингом, беленьким и зелененьким. Ох, это стоило очень многого. Реально сейчас пол первого ночи, а начала я делать печенье где-то в 10 утра. И да, не удивляйтесь, у меня пуп споет песни, он еще не спит, потому что у нас немножко сбился график, она много спала днем и теперь не хочет укладываться. Тем более мама была занята, делала какую-то интересную штучку. Сейчас мы будем собирать елочку и я вам покажу, как она будет выглядеть. Ну что, я водрузила первую звездочку на тарелку. Она, конечно, еле помещается, но ничего. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я открыла уже айсинг, теперь будем выдавливать и тебе, да, надо, наверное, пыть, как видите, сильно я его разогрела и теперь маем, дышим, маем, как видите, такую красоту мы не будем оставлять, поэтому я беру обычную зубочистку И аккуратненько зубочисткой ровняю айсинг по поверхности звездочки для того, чтобы, во-первых, равномерно оно закрасилось и, во-вторых, не было слишком много айсинга и чтобы он не вытек за пределы печеньки Вот такая у меня красивая звездочка получилась, что-то красного цвета оно очень грустно И, в общем, мы берем вот так вот и присыпаем Пока оно еще мокренькое, пока оно застынет Давай, Машенька, ложи аккуратненько, молодь Маленькая девочка будет собирать бусинки и ложить их на печеньку Да, кстати, очень развивает моторику маленьких пальчиков Наша елочка уже готова и можно зажигать свечи Какая красота! А где елочка из печенья? Из печенья елочка Ой, какая красивая у нас елочка, да? И звездочки! Какая у меня елочка получилась Немного, много у меня лишних печенек Но они никогда не будут лишними По крайней мере, ими я буду кормить деток и мужа Пока эта елка будет красоваться и придавать нам новогоднего настроения И ждать своего соседа пряничного домика Если вам понравился этот рецепт, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал А я напоминаю, что это видеоколлаборация Совместно с другими девочками С блогерами Которые, так же, как и я, готовят какие-то новогодние блюда Для вас Поэтому, если вам интересно, что готовили девочки И вы хотите вдохновиться каким-нибудь интересным рецептом То обязательно переходите на их видео Ссылочки будут внизу в инфобоксе И с наступающим вас праздником! Какой ты молодец! Даже попал в кадр Ставьте лайки! Ставьте лайки! Ставьте лайки! Продолжение следует...